Всем привет! Вы на канале правильный выбор. Сегодня мы рассмотрим кофемашину от компании DeLonghi и Cam23210. Ссылки на актуальные цены будут в описании к этому видео. Я очень старался собрать всю информацию о модели, проанализировать отзывы пользователей, написать сценарий, записать звук и сделать монтаж. Очень надеюсь, что вам понравится и вы поставите лайк, может даже подпишитесь на мой канал. Управление кнопочное, объем 1,8 литра, объем контейнера для зерен 150 грамм. Регулировка дозатора под высоту чашки минимум-максимум 86-142 миллилитра. Глянцевый корпус и удобные кнопки на панели управления, приготовление напитков в одно касание и одновременное заваривание двух чашек эспрессо. Пышная молочная пенка благодаря традиционному капучинатору. Выбирайте вкус и количество. В комплекте к данной модели есть съемный резервуар для капель с индикацией заполненности, съемное заварное устройство, съемный резервуар для воды, а также фильтр для воды. Размеры кофемашины 24 см в ширину, 34 см в высоту, глубина 43 см, вес 9 кг, цвет черный, а также есть модель в белом цвете. Технология помола. Благодаря особой технологии помола кофе всегда свежемолотый. Степень помола можно настроить по своему вкусу. Конусообразные стальные кофемолки настраиваются со стопроцентной точностью. Свежайший кофе. Функция Делонги Тьюблесс обеспечивает сведение к минимуму остатков молотого кофе в системе и гарантирует приготовление кофе только из свежемолотых зерен. Контроль температуры. Система термоблока Делонги контролирует идеальную температуру приготовления кофе, она нагревает воду для каждого напитка отдельно. Легкая очистка. Решетку поддона для капель можно мыть в посудомоечной машине. Бесшумная кофемолка с 13 степенями помола. Контроль крепости кофе. Регулировка температуры кофе. Давление помпы 15 бар. Потребляемая мощность 1450 ватт. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которую я нашел в интернете и сначала расскажу на что жалуется обладатель этой кофемашины. Туговат переключатель для пара. Если смотреть на машинку фаст, то не видно, сколько в ней воды. Быстро поцарапался поддон для кружек. Отключается и льет воду на промывке через 3 часа простое. Включается и снова промывает. Проработала меньше недели. Из расчета 2-4 чашки в день и сдох электрический блок управления. Трудно программировать. Огромный, просто гигантский расход воды впустую. Ужасный капучино из одного и того же сорта молока при одной и той же температуре, одном и том же стакане и объеме капучино может и получиться, и нет. Если наливать кофе в специально непрогретую кружку, то кофе не горячий. Буду объективным и сейчас расскажу еще и о положительном мнении пользователей об этой модели. Большой выбор крепости кофе. Есть регулировка температуры. Простое управление. Замена расходников спереди. Умеренно шумное. Готовит хороший кофе. Удобное приготовление капучино. Не виснет. Быстро выполняет все команды. Все показывает, закончилась вода, выбросить отходы кофе. Возможно вы станете владельцем этой кофемашины, в комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Надеюсь я помог вам сделать правильный выбор. Всем пока!